I have ways of blowing things off у нас проход через round shield и все было гораздо проще. Нужно вот тут пойти наверх и пойти вот сюда. И вот у нас геральдический проход. Очень близко. Фишка в том, что я там бегал по кругу с этой криптой, с этой всей фигней, которая там происходила и никак не мог там пройти. Да, там у нас был проход с двумя ленточками. Вот у нас проход с геральдическим щитом. Спокойненько через него пролазим. Реально проклятое место. Хорошо. Теперь я буду просто потихонечку поглядывать на то, что творится. Можно пойти вбок, можно пойти наверх. Хорошо. Давайте сначала пойдем вбок. Наверху нам вроде пока, чтобы особо делать и нечего. Хотя на самом деле, кто знает. О! Оп! Оп! И оп! Ух-туш! Не бей своего, пожалуйста. Давай, короче, ты с ним справишься, да? Все. Я же своего не ударил. Все, 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 он в порядке. Нормально. Так. Тактика пока что работает. По сниманию и... Печатки, кстати, хорошие. Тут уже нужно потихонечку проверять, что лучше. Блин, ну эти перчатки прям лучше моих. У меня в очень хорошем состоянии, эти в поношенном состоянии, эти в поношенном состоянии лучше, чем мои в хорошем. Хе-хе-хе-хе. Да. Вот такая вот тавтология. Офигеть. Ну, опять же, пока что я их улучшать не буду, но... Но все же. Ладно. Пойдем. Тихо-тихо, не спотыкайся. Нам вот сюда сейчас... Там дверь вниз. Погодите. С факелом. Да, дверь вниз, там будет отдельное помещение. Давайте мы сюда зайдем. Быстренько его сейчас глянем, и потом пойдем себе потихонечку дальше. Тут что-то кроме... Зачем здесь камни? Это же не каменоломния. Хотя, знаете, это мастерская големов. Возможно, это не камни. Возможно, это какая-то руда, из которой делались какие-то славы. Вот это вот явно выглядит как место, где должно лежать оружие големов. Ну, хотя, что я могу знать? О, Май. Ага. Теперь. Каждый раз глазами это находить не очень-то удобно. Это у нас проход наверх. наверх там у нас... Кстати, наверх это к следующему жетончику. Давайте мы тут вот внизу сейчас все быстренько облазим, потому что внизу вроде как ничего такого нету. Здесь просто место. А туда наверх это у нас будет проход... Ну, там большая территория, и там же можно будет у нас обнаружить следующий жетончик. Тут у меня написано, какой жетончик, но я что-то не до конца... А, ну да, да. Вот круглая комната, а вот это вот... Почему не написано... Ох ты ж! Забери пушку. Фух. Все, давай режем. Да, без броньки, собственно, тут долго не протянешь, поэтому забираешь пушку, забираешь у него броньку, и на этом вопрос становится абсолютно решенным. Это у нас защитник вот этого прохода. Проход здесь у нас наверх. Тут еще одна, ну, грубо говоря, борцовая яма. Из нее два прохода по сторонам. А-а-а. Так. Ладно, пойдем мы, наверное, все-таки наверх. Отсюда будет проход наверх? Да, будет. Отлично. Погодите, а оно заперто, что ли? Или... А, не, я могу пройти. Да ладно. Отойди к нему. Оп. 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 Все, деритесь. Я понимаю, что это просто избиение теперь. Должны быть какие-то плюсы игры за мага. Кулаками обвешивает. Все, до свидания. Так, что там у тебя было? Мечки, раса. Кстати, знаете, что нужно попробовать? Где там у нас... О, как оно потребляет энергию. Крутяк. Это прикольно. Но нам нужно... Когда у нас там уровень, кстати... А что я качаю? Вот это? Уровень-то у нас, кстати, почти подошел уже. Насколько я вижу. Хорошо. Нам нужно, значит, будет... Меньшее потребление энергии качать. Где-то я там видел эту штуку. Потому что... Это очень дорого все стоит. И ладно бы, что дорого. Нечка, откуда ты взялся вообще, дружище? А, это мы отсюда пришли. Черт, а тут просто решетка такая же. Пока что восстанавливаем манну. Это у нас оружие. Яичка небольшая, да? Копье. Ну, копье, конечно, вещь. Но просто не под мой стиль прохождения. Хотя я полностью согласен, что копье это грозное оружие. Если уметь им пользоваться. Эта штука очень хороша. Так. Меч у нас в каком состоянии? Нормально, в заточенном состоянии. То, что мне в нем нравится, в отличие от булавы, то, что он очень медленно тратит батарейку. То есть, вот реально, ты вот дерешься, тупишь его, только тогда он подтачивается, и то подтачивается он... На подточку у него уходит очень мало энергии. В том случае, как булава, например, она тратит очень много энергии, когда ты дерешься. О, еще один шкаф. Хорошо. Шкаф я возьму. Туника. Не, спасибо. Типа... Ммм... Спят он. И меч. Тоже. Может, со второй стороны что-то будет интересненькое. Тут у нас будет три таких шкафа, если я правильно понимаю, да? И там можно пройти... О, да там можно еще и за... Угу. Угу. Я примерно сейчас понял, куда мы пойдем. Если все будет нормально. Ммм... Ммм... Плейт... Эээ... 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 Хорошая штука. Они, кстати, в каком состоянии? И они будут вместо вот этого? Или... Или это именно по ножи? Погоди. Вместо чего ты оденешься? А, это вообще... Наплечники? Блин, ну так-то... Тут налокотники есть, правда. Погоди. А если мы тебя покрутим? Это у нас прям целиковые наплечники. Они идут и вместо налокотников, и вместо наплечников. Вот и... Куда мне наплечники каждый раз деваются? Почему у них приходится... А, вот они. Вот это у нас наплечники. Против вот этого... Ну, знаете, я-то по половинке теряю, но у меня тогда середина руки остается. То есть, у меня нету просвета между наплечниками и налокотником. Получается, что такая штука мне выгоднее. Да и к тому же налокотники не такие хорошие. Ну, да, видите, у них импакт не такой хороший. Я, наверное, оставлю. Я, наверное, оставлю вот так, как оно есть. Пусть будет целиковое плечо. Я не против. Я их просто перепутал с наколенниками. Я там слышу кого-то или, мне кажется, ну-ка. Сравним, что получше. Они одинаковые. Warm condition, fair condition. У меня еще и fair condition, то есть получше состояние. Хорошо. Ну, у нашего другалька в хорошем состоянии, поэтому... Так, следующий шкафчик, пожалуйста. Так. Вот этот надо забрать у тебя. Так, и, наверное, давай-ка броньку мы с тебя тоже снимем. Чувак, не нужно тебе ни броньку, ни наплечники, ничего. Ух, чуть своего не ударил. Так, ну, хедшот я тебе повесил. Еще и... Все, отлично. Так он с трех ударов складывается. Ладно, у него был, получается, свой хендер. Нет, это опасно. Вообще, я довольно медленно собираюсь, медленно все это делаю. Нужно бы... Побыстрее. Потому что, ну, успевают меня ударить, успевают еще что-то. И я, пока у меня начинается режим паники... А, бесит. Хорошо. Rebracers? Нет, это не нужно. Свой хендер, у меня уже один есть. И то я взял чисто для коллекции. Я не знаю, зачем он мне нужен. Давай, вообще, ты его будешь таскать. На. Крутое двуручное оружие. Все дела тебе такие нравятся. Это у нас... Ну, такие же Rebracers я себе брал. Я их даже, наверное, выложу сейчас. Меня, в общем-то, довольно устраивает сейчас наша экипировка. Ооо. Блин. Платиновые. Ну, они как бы получше. Ну-ка, если... Они чисто их и поменяют, да? Покрытие 3, покрытие 3. Ну, они держат лучший импакт. Знаете... Ну, блин. Ну, они самую капельку получше, и то хорошо. Ладно. Мне вполне такое подходит. Так что, спасибо. Пойдем. Тут, по идее, вон, в соседних тех шкафчиках должна лежать... Монеточка. Третья. Сколько их тут вообще? Раз, два, три, четыре, пять. Аааа... Пять монеток. То есть, получается, я сейчас найду третью в этом шкафу. Нет, не в этом. Тут есть дату баночку. Шлем. Шлем, кстати, неплох, но... Тоже нет, спасибо. Мм, записочка. Дайте мне уровень, я записку нашел. Все, там буквально чуть-чуть же не хватало. Я этого чувака ударил, записку нашел. Дайте уровень. Я проснулся, услышав ужасные крики. Да, эта записка у нас тоже уже была. Или... Да, ну, вроде здесь. Странно. Немного по нашему состоянию. Ну, ладно. По крайней мере, у меня написано, что жетончик должен быть здесь. Опять же, игра-то у нас обновилась, и все дела. Возможно... Кстати, это же чернильница. Возможно, что-то поменялось в расположении. Будет интересно, если так. Но, по крайней мере, мы сейчас не в тупике, и нам есть куда пойти. Поэтому я не в отчаянии. Хотя эти шкафчики я еще раз на всякий случай переоблутаю, потому что, знаете, мало ли что. Тут он с зигбрау сидит. Шкафу тут... Ну, да, вроде ничего нет. Пойдемте в третью оружейную, посмотрим, что там творится. К тому же, настораживает, что парень охранял это все. То есть, ну, вроде как... Двери с таким скрипом открываются. Я не помню, где у нас сидит парень с маской. О, вот уровень, наконец-то таки, блин. А, что мне там надо было качать? Концентрация. В концентрации у нас есть что? Нам желательно... Это поддерживает три заклинания. Вот, меньше фокуса нужно. Так, быстрее... Быстрее восстанавливать... Быстрее восстанавливать манну. Наверное, потребление требует меньше... Меньше фокуса. Вот эти две мне нужно. А ты у нас кто? Блин. Черт, давайте вот это, а потом... А потом у меня не хватит места. Это я что сейчас качнул? Чтобы меньше. Да, хорошо. Скорость восстановления пока что мне не критична. Пока что, опять же, подчеркну это, потому что... Возможно, я потом об этом пожалеть. Еще один свой хендер. Блин, его можно было в крипте и не брать тогда, получается. Вроде как, мне кажется, что раньше он был более редкой пушкой. Так. Тут у нас... Да, все-таки есть. Я уже начал бояться потихонечку. Значит, нахождение вот этой монетки, оно обязательно в одной из трех этих раздевалок, но совсем не точно в какой. Это у нас глаз. Хорошо. У нас есть круглый щит, у нас есть гиральдический щит, у нас есть глаз. Еще две. Одна я знаю, где сейчас находится. Ну, мы сейчас, по идее, будем потихонечку двигаться в ту сторону. Ну, и трубка курительная. Привет, Фиаренхангер. Так. В эту сторону у нас просто еще одно... Еще одно такое небольшое закрытое помещение. Ну, оно средних размеров, не то, что прям небольшое. Тут, возможно, даже кто-то обитает или нет. Ну, заглянуть сюда нужно, потому что мы же везде заглядываем. Мы везде свой любопытный нос, блин, суем, как комар, да? Так. Ну, мне кажется, тут... Да, тут просто... Место по нужде. Супер. Значит, если мы сходили сюда, сходили туда... Я могу уже сейчас практически безгранично куда-либо идти, но я хочу пойти за... Та-та-та-та-та-та-та. Вот. Я вроде наметил маршрут. Сейчас попробуем им пройти. Я надеюсь, что он верный. Тут у нас три вот этих вот... Оружейки-гардеробки. Тут у нас комната с големом. Да, привет, чувак. Вот, закрытая дверь. Серьезно. Я сейчас серьезно буду бегать по карте и нарвусь на какого-то упыря вот таким вот образом. Вообще ж раз плюнуть. Там у нас две ленты. Наверх мы можем пройти, и мы даже можем пройти дальше, но нам вроде как это не надо. Что такое? Ладно. Наверх мы потом пойдем. Наша цель сейчас пойти вниз и взять монетку с пауком. Если у нас это получится. У него алибарда дернулась. Ну да, у них бывает такая фишка. Они нервные, ребята, поэтому... По идее, вниз сейчас мы идем без приключений. Ну, если на нас никто не выскочит. Без приключений и без особых поворотов. Он шаг ко мне сделал. Зачем ты шаг ко мне сделал, чувак? Я ж тебе... Ну, я ж вообще ничего. У меня ж все документы в порядке. Ну, зачем ты себя так ведешь? Тут... Геральдика вроде как за этой дверью. Сейчас посмотрим. Да, это дверь с Геральдикой. А за ней дверь с пауком. То есть, по идее, мы сейчас практически в начале уровня. Но если мы туда выйдем, на нас начнут наезжать. Потому что мы окажемся, типа, не в своей тарелке. У нас не будет права проходить в ту дверь. Мы можем только в эту дверь пройти. Вот сейчас мы пойдем возьмем паука. Если все будет нормально. Ох, там куча... Блин, погодите. Я случайно не комнаты с... Ладно. Не будем загадывать наперед. Комнаты у нас тут запертого типа. Наверх мы пойдем потом. Сейчас мы пойдем по нижним комнатам. Потому что именно в нижнем... В одной из нижних у нас находится... Паучок. Тут куча кабинетов будет сейчас. А тут такое должно быть? А, да. Стойте. Две маленькие комнатки. Точно. Сундучок. Сундучок. Фу ты, блин. Это не сундук. Я сначала дырку не вил. Надо пойти руки помыть теперь. Ладно. Это чья-то личная уборная. А вот тут уже сундучок. Блин. Но в нем ничего. В нем... Пояс. Ну, как бы мне сейчас пояс тут вообще... Куртка, пояс и кухонный ножик. Серьезно? Это вы называете лутом? Нам надо перестать так встречаться, дружище. Люди могут не то подумать. Так. А, вот шкафчик. Вот в шкафчике может быть что-то хор... Хук. Капитан Корек. Тысяча чертей. Ладно. В следующую нижнюю комнату. Поехали. Мы по верхним обязательно пройдемся. Я напоминаю еще раз. Но мне сейчас важно забрать именно... Вот это. Из вот этой комнаты. Оно же здесь? Черт, написано, что здесь. Но... Тут ничего нету. Серьезно? Это же просто склад какой-то. Э, не-не-не-не-не-не. По-по-пе-те-те-те. По-там. Ну, я понимаю, что это, возможно, район, в котором надо искать. Так же, как с вот предыдущей монеткой, которую мы только что подобрали. Она была обозначена в одной комнате, оказалась в другой. То есть, возможно... И... И ее мы сейчас найдем где-то в соседних комнатах. Тут, кстати, молоточек лежит. О, шкафчик. Кираса. Да, ну не. Ну, вот уже просто не. Тут вообще какие-то складские помещения. Я думал, что тут больше как бы офисы какие-то, а оно... Ни туда, ни сюда. Погодите, может здесь где-то ходит как раз дурачок, у которого мне нужно забрать эту самую монетку. Или она лежит где-то спокойно, я ее уже пропустил. А, если что, скидывайте тайм-код, если на самом деле так. Пинцет. Да. Ладно. Получается, эту территорию мы поблутали, но тут не было того, чего я надеялся, поэтому пойдем наверх, черт с вами. Наверху тоже у нас есть чем заняться, особенно если мы сейчас налево пойдем. Так, тут у нас две ленты, с двумя лентами мы даже не пытаемся никуда соваться. Ну, у нас есть еще места, которые открываются глазом. Глаз там мы подобрали. Вот, так что даже если лутание вот этого района нам ничего не даст, мы можем потом еще сходить вместо с глазом. Мы можем... С глазом, кстати, у нас, ну, две двери, которые приведут нас в одно и то же место, по сути. Поэтому... Это не такая уж и проблема. Блин, ну тут реально просто какие-то пустые коробки. Вот такое ощущение, что тут вообще какой-то... Корм для животных. Ну, тут не может быть корма для животных, это не тот этаж, но все равно это все так выглядит. А-а-а! Я теперь, по-моему, вспомнил это место. Когда я сюда пришел, такой, ой, закрытая дверка, та-та-та, и тут пусто. И вот у меня сейчас... У меня повторилось это ощущение, вот это вот дежавю, когда ты приходишь такой, ммм, тут что-то есть, а тут пусто. А-а-а-а! Тоска-печаль. Хорошо. Вроде как в этом месте мы должны были найти еще одну монетку, но не оправдалось, не сложилось. Давайте я сейчас быстренько, наверное, нажму на паузу, еще раз облутаю тут все, чтобы, если уходить отсюда, по крайней мере, уходить с чистой совестью, я точно буду знать, что я ничего не пропустил. Так что, как-то вот так. Тебе нечь на месте? На месте. Тогда сейчас, ребят, сейчас вернемся. Знаете, что интересно? Вот это вот дверь с двумя лентами, но тут нет големов, и там есть рычажок-переключатель. Но я так понимаю, что големы стоят просто с другой стороны. И если я сейчас попробую туда зайти, то есть дверь-то я открою, но на меня наедут тогда с другой стороны. Хорошо. Я еще раз полностью обошел тот район, и монетки с пауком я так и не нашел. С другой стороны монетка с пауком нам нужна где? Я вижу только одно место применения этой монетки. Это шорткат, собственно, к началу уровня. Нам в основном нужна монетка с двумя полосчиками и с тремя полосчиками. С тремя полосчиками вроде как ее то ли не существует, то ли нету, то ли что-то такое. А с двумя полосками... Так, хорошо, глаз. Глаз у нас есть. Да, глаз есть. С глазом мы можем пройти. Вот это нам даст сейчас проход с этой стороны, и также у нас будет проход с другой стороны. И вроде как здесь же мы, по идее, можем найти с двумя... С двумя лентами. Ну, так как она здесь называется. Монетка с двумя лентами. Ага, вижу тебя. Есть. А, кстати, если вдруг... О, чувак с монеткой. Я же говорил, что тут у одного из трубцов она будет. Это она что у нас? А, с двумя линиями. Это он с ней бегает. Отлично. Давай ее сюда сразу, чувак. Просто не морочь голова, дай монету и... Очки, этот... Очки и мотоцикл. Они выглядят как Таносы какие-то. Серьезно. Так, теперь... Все, до свидания. Монетку с двумя, получается, она у этого чебурека. Я, значит, не зря думал, что одна из монеток находится у кого-то из NPC. Так оно, в конце концов, и получилось. То есть, это у нас сейчас есть четыре. Мы можем проходить везде, кроме паука и трех... Паук и три... Эти... Три ленты. Три ленты нам сейчас нигде не доступны. У тебя все в поношенном состоянии. Да, в принципе, наверное, мне от тебя больше ничего и не надо-то. Ну, там же у нас сразу и проход на две. Так, хочу ли я сходить... Сразу наверх? Да, давайте. У нас там сверху полностью замкнутое помещение. Давайте мы его тогда сейчас и исследуем. Отлично. Пойдем туда. Там все, посмотрим, там все сделаем. Потом вернемся и уже пойдем досматривать остальные помещения. Тут там электричество нам еще нужно будет перекрывать и еще кучу всего делать. Опять же, ребят, я крайне надеюсь, что никому это все не спойлеры, потому что это второе прохождение. Если вдруг кто что говорит насчет того, почему я хожу с факелом... Да, я хожу с факелом по нескольким причинам. Во-первых, так ярче. Во-вторых, у меня все равно ничего нет в этой руке. То есть, ну, сфиг ли мне не ходить-то с факелом. В-третьих, на доспехах хорошо смотрятся блики, а я не против эстетики. В-четвертых, если бы я был с факелом изначально, я бы не перепутал туалет с сундуком. Вот. Я не хочу больше бежать к туалету с криками «О, сундук!», поэтому я, наверное, пока что похожу так. Будет мешать – уберу. Но пока что я в этом вижу только одни плюсы. Я не знаю, почему я столько времени ходил без факела. То же самое подземелье. Ну, имею в виду канализацию. Да, там были лампочки наркоманские, но все равно я мог бы спокойно проходить с факелом, и ничего бы со мной не сталось. Есть направо, есть налево. Что я хочу? Давайте я сначала схожу налево, так как это угол карты. А, и там, кстати, ну, это уже не здесь. Нет, тут у нас полностью замкнутая территория. Тут... А-а-а! Серьезно? Сюда можно только с тремя пройти. Но там у нас, типа, артефакт, да? Хорошо. Значит, сюда мы пойдем в конце, чтобы можно было потом с уровня просто сбежать. Черт, я не учел, что здесь с тремя. Я только сейчас это увидел. И там, вот, артефакт, это, скорее всего, как раз регенерирующая маска, да? Ну, ладно. Обязательно туда сходим, но не сейчас. А сейчас мы пойдем сюда. А, точно! Тут же у нас центральный совет этих консулов. Замечу, карту я до сих пор нифига не нашел. То есть, сколько я уже всего обфигачил, обыскал. Ну, карта? Не, зачем? Что такое карта? Зачем тебе карта? Обе полочки пустые. Спасибо, спасибо, игра. Тут больше ничего, кстати, нет? Нет. Смотрите, с четырьмя жетонами из пяти у меня практически полностью развязаны руки. Ой, батареечка, как хорошо. Батареечки. Зеленые, это у нас на меч. Синие, это у нас будут на булаву и на регенерирующую маску. Поэтому мне, в принципе, выгоднее находить синие, потому что меч очень медленно кушает батарейки. И это всего лишь один предмет, на который они нужны. А синих у меня потом был дефицит. Это я отлично помню. Но, с другой стороны, что я сейчас жаловаться буду? Вот зачем вы мне дали зеленую? Да, дайте мне. Нет, нифига. Дали и дали. На здоровье. Это у нас раз... Ну, по четыре открывает, значит, весь этот комплекс открывается. Хорошо. Тут ничего. Тут ничего. Ну, как бы, на нет и спроса нет. Ладно. Ау. Мне очень интересно. Я практически уверен, что упасть в таких доспехах чертовски больно. Но игра не забирает у тебя здоровье за падение. А падений было просто дофигища. То ли игра понимает, что из-за, ну, как бы, определенных трудностей с управлением ты можешь частенько падать, то ли разработчики просто еще до этого не дошли. Хотя, что я жалуюсь? Но нет урона и нет урона. И как бы, фиг с ним. Ладно. Тут у нас зал собраний. Мы его... Ну, что, это тайная комната, что ли? Там, погоди. У факела звук такой прикольный. Фу. Нет, стой. Север. Вот так. Ага. Все, я сообразил, где мы находимся. Не сразу, но сообразил. Вот это вот какое-то место, которое выглядит... Ну, то есть на карте обозначено, что там... Что это такое в стене? Вот это вот. Это не кнопка? Просто на карте обозначено, как будто там полое помещение внутри. И посмотрите на вот этот кусочек камня. Ну вот серьезно. Нет? Нет? Вот прям нет? Если там есть полое помещение, значит... Я смогу сделать вот так. Я не могу туда пролететь. То есть я могу ходить сквозь стены. Кривенько, конечно. Но туда полететь я не могу. Хорошо, возвращаемся. Знаете, вот эта вот текстурка, вот этой стены и вот этого квадратика, она выглядит, ну вот, прям как будто из гримрака. Вот там точно такие же были кнопки. И на карте показано, что там... внутри вроде как полость какая-то за этой стеной. Это очень странно выглядит на самом деле. Хотя и вот эта штука выглядит как кнопка. Ну я понимаю, что это такая текстурка камушка, но, блин, это реально... Ай, чё я к нему приколупался? И это выглядит... Ну да, это просто такая текстурка камушка. Черт. Очень это все подозрительно. Ладно, черт с вами. Пойдем дальше. Големы... Это же у нас просто механизмы. То есть, захватить их вообще-то никак не получится. На выход вообще сверху. Зачем я сюда пришел? Помните, был этот смертельный номер с затыканием голема? Ну, блин, это нужно делать без напарника. Напарника-то они убьют. Да, сюда нужно прийти, но сюда нужно прийти без напарника и делать этот трюк... Соответственно, тоже без напарника. А что если... Интересно, они на дух отреагируют или нет? Если я духом туда сунусь... Это было бы прикольно посмотреть. Ладно, пойдемте тогда вырубать электричество, предлагаю вам. Для этого нам нужно вот сюда и вот сюда. И теперь вот сюда. Отлично. Нижняя... Да-да-да-да-да-да. Тут у нас будет глаз. Да, глаз и... Две этих... Две? Да, две. Нормально. Мы можем пройти и тут, и там. Почему я до сих пор паука не нашел, это странно. Потому что, ну, серьезно, паук не влияет... Ни на что серьезное, кроме шортката. Почему? О, запертая дверь! Помните такую штуку? Погодите, так может быть это у нас... Ууу. Прокачалось? Быстро. Это же чистая некромантия! Погодите, это... Это брать цель под прямой контроль. Погодите, это у нас что? Mindmask, мне это не надо. Вот это вот мне нужно. И... Так, а вот это у нас что? Сейчас я это увижу. Это вот это, да? А, это наводить морок. Погодите. Мне нужно вот это. Подымать мертвых. Вот это... Вот это сейчас будет круто. Я что-то не думал, что здесь есть такая фишка, как подъем мертвых-то... Я тебя смогу захватить или нет? Так, отдай. 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 Все. Нормально, этого тоже можно было захватить. Да фига ли он... Чувак, он тебя... Давай, мочи, мочи его. Все? Отлично. Фух. Так, погодите. А что у нас там за артефакт? Если маска здесь. В маске у нас использованный камушек. Да, он его просто выжрал и бросил. Где у нас там были камушки? Нет. Кстати, сюда карт... Нет, карту от Хаба я ложить сюда еще не буду. Это у нас... Вот эти улучшения. Улучшения. Знаете, улучшения я положу сюда, а обычные... Хотя вот это непонятно что. Не, погодите, это просто подстаканник. Фига ли он мне нужен? Я без с собой подстаканник таскаю. Круто. Где, где, где? Вот они. Давайте все батарейки сейчас сюда сложим. Зелененькую. Так, теперь это ставим сюда. Что тебе не так? Дай сюда. Вот. Теперь маску надеваем на свою красивую рожу. Ждем пока хп-шка восстановится. Она же восстанавливается или мне кажется? Сейчас. Блин, у нее отслышан на самом деле. Офигительная защита. Все, ходим в этой маске. Плейт армор. Хэви плейт армор. Не, спасибо. Маску я у тебя заберу, другалек? Похожу в ней. По-моему, лечит. Ладно, сейчас походим, посмотрим. Если ничего не поменяли, то... Бутсы... Так-то бутсы неплохие. Да ну не. Не. У этих ребят бутс лучше, чем у меня, вряд ли будет. Так. Пойдем. Нам надо зайти глянуть. И это у нас... Через две комнаты выключателя, значит, мы все равно недалеко. Слышите, там полощет. Этот... Вот этот перец, который носил маску, он писал это. Я не знаю, на самом деле, что происходит с артефактами. Так, вот я вставил. Она ж синяя вроде хавала, да? Ты лечишь меня или не лечишь? Или нужно зеленое? Так же, как, например, вон с мечом. То есть, меч же не сразу... Меч не сразу начал затачиваться. У меня же были с ним проблемы. Вот. И только потом, через некоторое время, он начал работать так, как нужно. Кстати, как... Да, вот меч заточился, и с ним все хорошо. Тут ничего. Тут очки. Очки у нас уже есть. Ладно. Походим, посмотрим, как это работает, и работает ли вообще. Если что, потом просто потестируем с другими камушками. По крайней мере, напарник у нас в порядке? Он good. Да. У него все хорошо. Посмотрим, как это маска будет работать у нас. Погодите, а что тут там, Зартефа? Или как раз там и есть это булава, за которой я хочу все сходить. Я забыл. Я забыл. Это реально было полгода назад, и я забыл. Даже больше, чем полгода назад. Поэтому... О, батареечка. Тебе точно не оранжевые нужны? Ну-ка, погоди. Я помню, там эффект практически сразу же происходил. Или... Ну, то есть, ты одеваешь, и у тебя начинает хп-шка на глазах регениться. Оно не такое долгое было. Оранжевые точно не... Оранжевые нет. Может, зеленые тебе надо? А-а-а, ты зеленые камушки кушаешь? Блин, получается у нас зеленый и на меч, и на маску. А синие это... Я, значит, что-то напутал, да? Зеленые и на меч, и на маску. А синие камушки на это идут. На булаву, потому что они электричные. Там же синие вроде как шли. Не зеленые тоже. В общем, то, что я знаю, что зеленых у меня меньше всего. Вот. И... Таким образом... С ними вообще будет тяжеловато. А он, смотрите, как выпивает. Вот уже пол камня выпил. То есть, конечно, хорошо, что можно без бутылочки подхилиться, но... Блин, опасно. Давай уже долечишь меня скорее. Я же говорил, что вот эффект начинается сразу. Он лечит довольно быстро. Но постоянно в этой маске не походишь. Все, вылечил. Камушек я вытащу. И маску... Сними, пожалуйста. Спасибо. Одеваем обратно наш светлячок. Кстати... Насколько бы это ни была глупая идея, но раз в этом прохождении получается, что мы ходим с факелом, и пока что я в этом не увидел никаких минусов, то, возможно... Погодите, это куда прох... А, тут нет... Есть? Куда? А, это прям большой-большой проход. Не, погодите. Нам сюда сначала нужно. То, может быть, я имею в виду, что нам стоило бы присмотреться к хорошим кастрюлькам, каким-нибудь там прям классным. Вот это вот, на самом деле, полнейшее читерство. То есть, по идее, мы не должны были дотянуться до вот этой штуки, чтобы нас не ударило током. Но мы дотянулись, нас не ударило... Ладно. Маску нашли, вылечились, нашли 4... Твою за ногу. Ты его будешь бить или нет? Давайте посмотрим, как это все будет происходить. А еще давайте посмотрим, могу ли я второго захватить. Могу. Ты вот эту штуку отдай. И вот эту штуку отдай. И вообще... То есть, того он уколбасил, решил пойти на моего напарника. Блин, я хочу вот это трупачество прокачать. Прикиньте, как будет круто, если я в самом деле смогу их поднимать. Ведь у меня куча трупов, скелетов и всякого такого. Мы же по... Поставляли за собой. Так. Вот что мне интересно, другалек. покажи-ка мне... С чем ты там ходишь? Три с половиной. Четыре. Да, он потяжелее, но у него кавер очень хороший. Да и выглядит он... Давай, наверное, вот этот вот мы оставим, вот этот вот мы возьмем. И попробуй походить с ним, потому что, мне кажется, тебе с ним будет лучше. Смотрите, у него, кстати, практически не изменились. Ну-ка. У него не меняется показание Incubrence. Ну, то есть, ему удобно с этой штукой ходить. Хорошо. Это поножи. Да, в принципе, да, просто похуже. Мы с этого этажа будем выходить. Я, наверное, все то, что у нас не очень хорошо качество, прокачаю до качества получше. Так, и кого-то там мутузил. Пойдем, этого чувака тоже посмотрим. А куда он ушел? Ну, в смысле, ушел он не ушел, его убили. Ну, куда он улетел, его трупак? Интересно. Ну, это дело уже пятое. Это у нас маленькая... Нет, погодите. Это не маленькая комнатка. Стоп. А, да, это вот эта комната. Я просто сейчас по карте пытаюсь сориентироваться. Комната со столом, это... Тут мы электричество вырубали. Да, все, все нормально. Теперь сюда. Здесь у нас два этих чебурека дрались. Здесь, по сути, ничего и не должно быть. Да, тут туалет. Как и показано на карте, я туда даже идти пока что не буду. Чуть не уронили нашего напарника. А, вот ты где. Фу ты. Недалеко улетел. Кераска. Light Plate. Она еще и легкая. Не, спасибо. Так. Отсюда. Куда мы можем деться. Давайте смотреть вот так, как карта. Там у нас переход на... Кстати, знаете, в чем прикол? Нет, это у нас не здесь переход на седьмой уровень. Тут просто комнаты. Комнаты, кстати, эти можно сейчас успешненько по-быренькому облутать. Посмотреть, чтобы уже точно знать, что у них что-то есть или что-то в них нет. Вот, например, улучшение. Запросто, пожалуйста. Камушек. Ну, ладно. Уговорили, возьму. Я не знаю, зачем они. То есть, они реально здесь подобавляли ко мне. Я так понимаю, что это больше как-то не к этой игре, а к другой. Но они их сделали здесь. И мне приятно их брать. Короче, не знаю, забейте. Щит. За щитом я ходить вообще не буду. Потому что он у меня не прокачан. Он мне будет давать просто огромнейшую гору неудобства. Возможно, я, конечно, об этом пожалею. Но что-то мне подсказывает. Что вот это вот некромантия, оживление трупов. Это будет что-то интересненькое. То есть, по идее... Ну, они же и так трупы все, правильно? Погоди. Нет, ну скелеты сто пудов трупы. Просто поднятые кем-то. А я их себе подчиняю. Поэтому, ну, типа на меня они не агрятся. Но они агрятся на моего этого... На моего перца. Но фишка-то в чем? Если я их буду поднимать... Есть ли шанс того, что они не будут... Агриться на... Ай, блин, открой. Что они будут... Не будут агриться на моего союзника. То есть... Это же изначально моя магия. Если это так будет работать, то я буду доволен просто как слон. Это было бы круто. Посмотрим. Потому что, по сути, что у нас тут осталось из врагов. У нас из врагов... Ну, кроме того, что там от големов придется убегать. Это не очень приятно. У нас есть, опять же, босс-голем. Которым можно будет потом как-нибудь пройти... Ой, блин, еще одна синенькая. В смысле, я радую синеньким. Ну да. Мне нужны зелененькие. Зелененьких у меня мало. Ладно. Не огребай по морде, и все с тобой будет хорошо. В принципе, мы сейчас более-менее на том месте, где... Не огребать по морде, это реальная задача. Блин, кстати, ахилка на этом этаже есть или нет? Я потом их выкину. Серьезно, я их повыкидываю. Я не знаю, зачем их собираю. Сундучок. Два сундучка. Спасибо. Типа игра такая, два сундучка будет тебе слишком жирно. На. Порадуйся, что их два, но они оба будут пустые. Спасибо. Евгайские разработчики, спасибо вам таки за то, что так расщедрились. Ладно. Отдали мне маску и на том спасибо. Серьезно. Куда это мы тут собрались? Сейчас так прозвучало. Ну и куда это мы тут собрались? Это мы закольцуемся, по идее. То есть мы сейчас идем вниз, лутанем вот этот вот райончик, маленький, небольшой, совсем крошечный. Вот. И мы с вами подойдем к склепу воинов. И получается, что... Я слышу скелета? Или мне кажется, что я слышу скелета? И получается, что почти что целиком с картой големов мы закончим. То есть, да, у нас там останутся мастерские. Мы туда обязательно зайдем, не переживайте. Вот. У нас останется босс, у нас будет еще поход за артефактом через злющих големов, потому что монетки с тремя этими нету. Кстати, может она... Знаете, что прикол? Мне кажется, что она обязательно где-то есть. Ну, я не думаю, что разработчики поступили так. Я думаю, что эта монетка обязательно где-то есть, просто она не на этой локации. И мне кажется, что мы просто... Ну, мы можем ее найти. Возможно, кстати, я очень сильно это допускаю, что путник, к которому мы пытались добраться на рынке, у него найдутся очень интересные вещи. В том числе, может быть, и монетка с тремя полосками. Вот. Но, как вы помните, на этом у нас тогда прохождение не закончилось. Вот. Мне было бы очень интересно к нему добраться, но я пока не особо представляю, как именно смотреть, как это делается, я не хочу. Но, опять же, заканчивается прохождение. Второе на том же моменте я тоже не хочу. Поэтому посмотрим, как все пойдет. Вот, мы наконец-то закольцевали все, что здесь произошло. Наверное, тогда... Наверное, тогда... Мы с вами на этом будем заканчивать. У нас осталось... Через где мне проще сейчас пойти? Зачем я сюда бегу? Мне, наверное, проще вернуться. Ну, то есть тут меня все равно ничего уже не ждет. Я тут уже все лутонул. Сюда? Да, потому что вот эта дверь, это вход в крипту проклятую. Зараза, я никак выбраться не мог. Давайте вот так вот. Вот красиво возле огня. С сияющими, пылающими доспехами. Хорошо, будем на этом заканчивать. В следующий раз пойдем... У нас осталось буквально пару кусочков необследованных. У нас осталась мастерская, опять же повторюсь. Остался босс. И остался проход с тремя ленточками, в который мы, наверное, попробуем ломануться. Я где-нибудь оставлю напарника. Возможно, я даже аж до хаба вернусь. Оставлю его в хабе. И потом приду сюда. Ну, это уже там будем посмотреть. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok